Раздел долгов при разводе. Как правильно это сделать? В большинстве случаев при разводе нужно разобраться с миллионом дел. Кто и где живет, с кем остаются дети, какие и у кого есть права на имущество и так далее. Но вместе с этим, помимо имеющихся активов, часто в семьях остаются и пассивы. Долги, которые также предстоит поделить. Какими они бывают, кто их должен платить и что делать с ипотекой после расторжения брака. С этими бытовыми вопросами помогу разобраться я, юрист, эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Поехали! Общие правила. В моем недавнем видео о недвижимости и отношения, ссылку на него я оставлю под этим видео, вы посмотрели, что все нажитое в официальном браке после развода делится пополам, если нет брачного договора или другого соглашения. Примерно тот же принцип действует и в сфере долгов. Общие долги супругов при разделе совместно нажитого имущества распределяются между ними пропорционально присужденным им долям. Другими словами, если доли супругов равны, то и доля делится поровно. Однако есть нюанс. Согласно статье 45 Семейного кодекса, долги супругов всегда предполагаются раздельными. Поэтому, если, к примеру, муж захочет их поделить после развода, ему нужно заявить об общности пассивов и доказать, что они сформировались из-за нужд семьи, а не его личных потребностей. Как признать долги общими? Универсальных доказательств признания долгов общими нет. Можно использовать чеки, расписки, выписки с банковских счетов. И лучше, если траты, например, с кредитной картой осуществлялись безналичными переводами непосредственно конечному получателю, строительному магазину, туристическому агентству и так далее. Менее полезные, но допустимые показания свидетелей. Фотографии. Если доказать не удалось, то долг полностью сохраняется за тем и супругов, который его создал. Тот же кредит, потраченный на индивидуальную туристическую поездку, останется на супруге путешественника. Ипотечный долг. Часто при разводе делится долг по ипотечному кредиту. Здесь нужно помнить, что он, в отличие от долгов по потребительским кредитам, всегда совместный. Как правило, банки привлекают второго супруга в качестве заемщика. Однако это не имеет принципиального значения, потому что ипотечный кредит априори считается потраченным на семейные нужды. Ведь в результате его использования супруги приобрели общее имущество, недвижимость. И здесь проблема доказания необходимости раздела долго снимается. В ситуации с ипотекой можно поступить следующим образом. Первое. Продать недвижимость и погасить кредит. Второе. Разделить в долях право собственности на недвижимость и сам кредит. Оставить права на недвижимость и долг за одним из супругов. Любой из указанных способов требует обращения в банк, который должен дать согласие на ту или иную операцию. Важно. Если кто-то один перестанет платить по кредиту, выплачивать этот долг будет второй супруг, как сузаемщик или поручитель. Тем не менее, оплачивающий ипотеку супруг может отсудить у неплательщика или квартиру или денежную компенсацию в размере выплаченной им части кредита. Военная ипотека. В ситуации с военной ипотекой при разводе тоже возникает вопрос. Кому принадлежат долги по этому кредиту? Вроде бы ответ на поверхности. Конечно же, военнослужащему. Он является участником накопительной ипотечной системы. Первый взнос и выплаты по ипотеке за него осуществляет государство. Однако все не так просто. На квартиру, купленную по военной ипотеке, распространяются те же правила совместно нажитого имущества. Решение суда будет точно таким же, как и при разделе квартиры и долга по обычной ипотеке. А как же с долгами по ЖКХ? Есть еще один вид долгов, которые могут накопиться в семейных отношениях. Задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Их нельзя взыскать за период брака, поскольку оплата ЖКХ производится из общего бюджета. Однако, если бывшие супруги после развода продолжают проживать в одном месте и один не платит за коммунальные услуги, у второго есть право обратиться в суд за взысканием половины долга. Есть варианты попроще. Одновременно с разделом совместно нажитого имущества лучше заявить требование о выделении доли в оплате ЖКХ. Сделать это можно как через МФЦ, если супруги договорились, так и через суд. Впрочем, распределение подобных долгов зависит от того, кому принадлежала обслуживаемая недвижимость и для чего она использовалась. Исходя из опыта, можно выделить три классических ситуации. Вариант номер один. Недвижимость принадлежала одному из супругов, например, приобретена до брака. И совместно с супругами не использовалась. Допустим, квартира сдавалась в аренду. Долги по оплате ЖКХ в этом случае являются личными долгами супруга-собственника. Вариант номер два. Недвижимость принадлежала обоим супругам, приобретена до брака. В этом случае долг является общим долгом супругов. И подлежит разделу, поскольку обязанные содержания имущества лежат на собственниках. Если недвижимость изначально приобреталась супругами в долях, например, одна третья супруга и две трети супруги, долг распределяется между ними в соответствии с этими долями. Вариант три. Недвижимость принадлежала одному из супругов, но использовалась для проживания семьи. В этом случае ответственность по долгам в части оплаты за содержание жилого помещения и взносов на капитальный ремонт несет супруг-собственник. По остальным жилищно-коммунальным услугам собственник и все совершеннолетние дееспособные члены семьи вместе, в том числе и супруг собственника. Какие долги не подлежат разделу? Есть ряд долговых обязательств, которые не подлежат разделу при расторжении брака. В первую очередь это личные задолженности, а также пассивы, возникшие до вступления в брак. При этом обязательно нужно затронуть и тему фиктивных долгов. Они также не делятся. Нередко встречают случаи составления фиктивных долговых расписок одним из супругов для того, чтобы за счет общего долга уменьшить часть имущества другого супруга и, соответственно, привлечь его к выплатам. Для доказательства притворности такой сделки в судебном процессе приходится прибегать к различного рода экспертизам. По черковической, психологической проверке давности составления документа, анализу финансового состояния супругов-кредитора и так далее. Кредит на свадьбу. Многие молодые россияне берут так называемый кредит на свадьбу. Хочется ведь и справить пышное торжество и устроить незабываемый медовый месяц, где-нибудь в теплых странах. Однако, частая история, кредит еще не погажен. А молодожены уже разводятся. Кто должен выплатить этот долг? Это потребительский кредит, который брался до заключения брака и был оформлен на одного человека. Либо на одного из будущих супругов, либо на кого-то из родителей. И даже если эти деньги были рассчитаны на пару, такой долг не является совместным. Ибо общее имущество и общие долги возникают только после регистрации брака. Несмотря на общие правила, каждая ситуация индивидуальна. И даже маленькая деталь может изменить ход дела. Поэтому, дорогие друзья, не следует пренебрегать обращением к грамотному специалисту. Как при вступлении в долговое обязательство, так и при его разделе. Если видео понравилось, ставим ему палец вверх. Подпишитесь на мой канал. И до новых встреч. Пока.